Добрый день, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как создать таблицу в Excel. Спонсором данного видео является университет Алексея Полянского. Это индивидуальное обучение Excel и Google таблицам. Под ваши задачи для записи на бесплатный урок и определения своего уровня можно воспользоваться ссылкой под видео, или же просто в Яндексе написать «Университет Алексея Полянского» и перейти на наш сайт. Отлично! Задача сегодня предстоит следующая. Нам необходимо создать таблицу, которую вы видите на экране. При всей кажущейся простоте данной таблицы строить ее совсем непросто. Что мы делаем? Первое, как всегда, мы выравниваем ширину столбцов. Столбец А у нас имеет узкую ширину. Да, мы его отступаем обычно. Сделаем здесь ширину столбца 4, чтобы просто удобнее было работать. Далее у нас номер ПП сделаем пошире. Сделаем имя пошире, где-то полторы длины. Потом у нас идут 7 столбцов. Выделяем сразу черным крестиком при наведении на название столбца. 1, 2, 3, еще один. И между столбцами берем указатель и уменьшаем. Примерно до 4 так же. Отлично! Получили. И теперь итого у нас имеет такую ширину. Теперь нужно разобраться с шириной строк. Первая строка у нас имеет примерно 5-кратную. Такую давайте сделаем. Остальные примерно двойную. То есть мы выделяем 1, 2, 3. Между строками берем специальный указатель и делаем примерно двойную ширину. После чего нам необходимо выделить нашу таблицу. Выделили, сделали все границы. И вот у нас уже первое очертание нашей таблицы. Далее. Мы получили определенный результат. Теперь необходимо развернуть текст. Для этого мы выделяем наши клавиши. Нажимаем Ctrl-1. Можно выбрать здесь. Здесь стандартные выравнивания. Также они есть. Или же можно в Ctrl-1 зайти в выравнивание и здесь выбрать. То есть надпись можно повернуть таким образом. К примеру. Так, смотрим как у нас на картинке. У нас она идет снизу вверх. Начать заходим. Выбираем снизу вверх. И начинаем заполнять 1 января. Когда мы заполняем, она не сразу переворачивается. Да, потом она перевернется. 2 января, 3, 5. В принципе можно правой клавишей взять и растянуть. После чего исправить числа, которые необходимы. Так, тут уже пошло 5 февраля и 2 марта. То есть пишем 5 февраля, 12 февраля, 7 марта и 25 марта. Далее пишем итогов. Обратите внимание, что у нас итоговое находится по середине в центре. Для этого по верхней строке мы выравниваем по ширине и по высоте. Далее продолжаем заполнение. Номер PP. Alt Enter. Это перенос текста на новую строку. Номер PP. Далее. Здесь его также нужно выровнять. У нас выравнивание все здесь будет вот в этих 4 ячейках. Оно будет сверху по центру. То есть здесь выбираем вверх, а здесь по центру. Так, и для этих ячейок у нас выравнивание слева вверху. То есть выбираем слева вверху. У нас есть два позиционирования для ячеек. Это высота и ширина. Верхний ряд это высота. Снизу посередине в центре. А нижний ряд это выравнивание по ширине. Слева, в центре, справа. Отлично. После того, как мы написали, пишем имя. Далее делаем 3-4 Enter и пишем баллы. Еще один Enter. И смотрим, что у нас получилось. Отлично. Теперь для того, чтобы сделать отступ, мы также используем несколько пробелов. Здесь мы пробелов используем побольше. Ничего страшного. Далее, чтобы сделать косую черту, нажимаем Ctrl-1, заходим в границу и выбираем здесь границу, соответствующую нашему наклону. По картинке у нас идет с левого в нижнего, в верхний правый. Вот такая. Отлично. Сделали. После чего, после того, как мы все это записали, нужно прописать 1.2.3. Есть. Далее, Алла. Когда мы пишем, со сдвигом вниз, мы нажимаем Enter. Если нам нужно закрыть ячейку со сдвигом вправо, мы нажимаем Tab. И пошли 2, 4, 5, 4, 5, 2, 4, 5, и 2. Далее, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Здесь можно приписать функцию сумму, которая будет суммироваться. И нажать Ctrl-Enter. Ctrl-Enter заполнить все функции вниз. Так, по числу правильно проверяем. 5, 4, не тут, 4. Тут здесь убираем. И получаем результат. Таким образом, мы создали с вами таблицу. Давайте ее приблизим. Вот. Чтобы ее лучше увидеть, можно отключить сетку. До которой теперь можно работать. Мы рассмотрели, как развернуть текст по вертикали. Как сделать косую черту внутри ячейки. И как позиционировать текст внутри ячейки. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим пальцы. Вверх всем. Пока. Вверх всем. Пока. Пока. Продолжение следует.